Привет, Милахи! Это программа про животных и мы начинаем прямо сейчас. Нас ждет кот Каспер, возраст примерно полтора года, порода Мейн-Кун. Мы вас с ним познакомим, а зачем и что будет дальше, вы сами увидите. Да. Татьяна, здравствуйте. Каса, привет. Заходите. Мейн-Кун – символ американского штата Мэн. Порода была выведена в Северной Америке в конце 19 века. В Россию их завезли в 1992 году и животные сразу обрели популярность. Специалисты утверждают, что у американских гигантов сугубо русский характер и широкая душа. Кошки совсем независливы и очень эмоциональны. Ну, купили мы Мей-Куна, потому что у нас умерла от старости наша любимая персидская кошка. И мы хотели... Для нас было главное серенькое. Дети поехали на выставку кошек и понравился окрас вот этого котенка. А потом мы прочитали, что это большие кошки. Мне муж сразу захотел большого животного, такого крупного. И вот мы приобрели нашего Каспера Вальмонтовича Хана. Повадки как смешаны между котом и собакой. То есть он с удовольствием носит апорт. Он такой не очень назойливый, как обычные кошки. Не просит никогда еду со стола. Очень вежливый такой. А еще вот такая особенность есть у Мей-Куна. Они не мяукают, а как-то курлыкают. Утро у нас начинается в 6 утра с поцелуев усатой морды. То есть все, в 6 утра он выспался, он идет всех обцеловывает. Напоминает о себе, что вот этого лялечку нужно покормить. Я знаю, что у него была какая-то травма, да? Что случилось? Ой, травма была, да. Я считаю, это наша, конечно, большая вина из-за недогляда. Было открыто окно. Он сидел на окне, и он просто соскользнул с подоконника. То есть совсем нечаянно, то есть не то, что он там кинулся за птицей, но так получилось. И упал со второго этажа, и ему пришлось делать операцию. То есть повредил ногу. Делали сложную операцию под наркозом. Но вот прошло уже 3 месяца. Ну, вроде все неплохо. Единственное, что с задних лап он еще пока вверх не прыгает. Он любит занять самое высокое место в квартире, ляжет в позе сфинкса и наблюдает за всей семьей. Мэн-кум достаточно специфическая порода. Особого содержания он, конечно, требует, но не такого масштабно грандиозного, как может быть казалось. За счет того, что эта порода очень большая, они быстро идут в рост, у них бывает часто проблема с суставами, поэтому они требуют, естественно, специфического кормления. Так как это кошка, кошка сама по себе не вырабатывает таурин. Тут тоже нужно подходить правильно к сбалансированному питанию. Если там хозяин решил кормить домашнее питание, он должен понимать, что отсутствие таурина в обычной пище может вызвать проблему. Поэтому либо мы кормим сухими кормами, либо добавляем таурин в пищу. Очень часто встречаемое заболевание – это кардиомиопатия у нас, заболевание сердца. Майн-коны практически все страдают на уровне генетики. Поэтому, естественно, котов после года рекомендуем приводить на эхо сердца, проверять, есть ли развитие, и на тестирование про БНП. Также они болеют суставами, у них бывает дисплазия, потому что эта кошка очень большая, и также на генетике они могут за собой это нести. И мочекаменные болезни. Ну, а также любые сопутствующие заболевания, которые, в принципе, есть у кошек. Существует ряд вакцинаций. Первое начинается в двухмесячном возрасте, с восьми недель. От заболеваний, характерных только для кошек, плюс ставим, конечно же, бешенство. Вакцины рекомендуем импортные, потому что они легче переносятся. Ну, как-то ведь врачи больше их любят. Вот. Фирму, наверное, называть не будем. Но рекомендуем, да. Ну, либо те вакцины, с которыми они уже приехали из питомника. А сейчас несколько советов для тех, кто хочет выбрать игрушки для своего питомца. Мейн-кун порода очень крупная, поэтому специалисты советуют выбирать игрушки тоже побольше. Например, вот для собак. Удивительно, я даже не ожидала, если честно. Игрушка, в общем-то, практичная, удобная. В нее можно оточить когти и гонять ее по полу. Еще можно выбрать вот такую твердую игрушку, чтобы кот ее смог погрызть. Тут есть перья, они тоже это очень любят. Интересным для мейн-кунов может оказаться и лабиринт. Кот сможет лапой передвигать шар в любую сторону и веселиться. Причем лабиринт складывается абсолютно по-разному. Вот сейчас мы видим одну композицию, но можно сделать и по-другому на ваше усмотрение. Другая забавная игрушка, которую советуют мейн-кунам, мне лично напомнила женскую муфточку. Вот я могу сюда просунуть руки. Точно так же свои лапки может сюда просунуть и кот. Здесь есть забавный элемент. Игрушка эта может пищать, издавать различные звуки, либо издавать звуки, похожие на пение птиц. Игрушка не портится. Она достаточно долговечна, по крайней мере, так говорят нам продавцы. И об нем можно точить когти и играть. Выбор игрушек очень большой. Все зависит от того, сколько вы готовы потратить на своего питомца и чем вы захотите его удивить. Стоимость игрушек в среднем от 100 до 1500 рублей. Сегодня у нас кот мейн-кун по кличке Вулкан. И мы ему делаем домашний уход, домашний груминг. Сначала мы ему нанесли сейчас пасту обезжиривающую. Она удаляет сальную секрецию, которая расположена по хребту и у основания хвоста. Мы нанесли эту пасту и оставляем на 10-15 минут. После этого мы уже приступаем непосредственно к мытью. Если долго не стричь когточки, то когти могут врасти и в подушке, причинять дискомфорт. Животное может хромать даже. Поэтому когточки нужно обязательно всем стричь и собакам и кошкам. К этой процедуре нужно все с маленького возраста. С 2-3-месячного возраста потихонечку приучать котят, чтобы они не боялись потом. Думаю, килограмм 8 точно. Перед тем, как направлять струю на кота, мы сначала включаем воду, чтобы животное привыкло к шуму воды, чтобы он не боялся, чтобы понял, что никакой опасности ему не угрожает. И только потом уже приступаем к мытью. Еще немаловажно, чтобы температура воды примерно соответствовала температуре тела животного, чтобы не было резких перепадов, не сильно горячо, не сильно холодно, когда они комфортно себя чувствуют и не проявляют агрессии. Вулкан у нас очень спокойный, он привыкший к котику. Есть такие, которые за 5 лет первый раз пришли на мытье, до этого никогда не купались. Конечно, тогда у котика будет стресс, и на это уходит намного дольше времени. Может уходить и до полутора часов, ну полностью весь груминг, до двух. Любое животное нужно мыть по мере загрязнения всегда. Но, опять же, например, некоторым требуется мытье раз в месяц, а некоторым достаточно раз в полгода. Поэтому здесь уже владелец сам смотрит на животное. Если ему не нравится внешний вид, засаленная шерсть, пыль, грязь, то, естественно, уже стоит обратиться за помощью профессионалу. Вообще, что включает в себя груминг Мэн Куна? Это домашний груминг, не выставочный. Это мытье. Во время мытья мы с кожей шерсти смываем пыль, грязь и жир. Во время сушки феном мы вычесываем шерсть отмершую. Тем самым мы облегчаем уборку дома и сокращаем срок линки. Под потоком теплого воздуха под феном при расчесывании мы стимулируем кровообращение в коже и тем самым способствуем росту новой шерсти. Заводя такую породу, как Мэн Кун, любой владелец должен рассчитывать на то, что он должен ухаживать за своим питомцем. В принципе, у нас мытье стоит тысяча рублей. И если, например, раз в три месяца даже приводить своего животного в салон, это не такая уже затратная сумма. Вообще, характер Мэн Кунов очень напоминает характер собак. Они очень редко агрессию проявляют. С ним всегда договориться можно. Очень ласковые, покладистые котики. Породы замечательные. На белые участки в шерсти наносим отбеливающий шампунь для того, чтобы убрать желтизну из окраса и придать шерсти более яркий цвет. А теперь приступаем к сушке. Сначала включаем фен и направляем поток воздуха не на животное, а просто в сторону, чтобы привык к звуку. И потом уже наносим на шерсть. Не бойся, не бойся. Здесь у котика мы видим колтуны. Пусть придется разбирать. Конечно, до такого лучше не доводить. С такими колтунами не обойтись без использования колтунореза. Потому что колтуны уже прям подошли к коже. Шерсть длинная, уход дома проблематичен. Поэтому владельцы многих котов и кошек приходят на мытье или на стрижку. Там уже кому что больше нравится. Вот у нас закончился груминг вулкана. Ушло у нас полтора часа. В принципе, это среднее время. Но хотя он был у нас запущен, в колтунах справились довольно быстро. Все, он у нас готов. Он у нас привыкший ко всем процедурам, поэтому перенес груминг абсолютно спокойно. Спокойно, никакого стресса у него. Ничего, спокойный котик и довольный. На этом наш выпуск завершается. Но я с вами не прощаюсь. Новый герой вас ждет уже через две недели. Я обещаю, будет интересно. Субтитры сделал DimaTorzok